Если есть одна истина, которую мы всегда старались в течение всего времени нашего служения подчеркивать, то это истина о благодати Божьей. И это мы будем делать, поскольку Бог даст нам время служить Ему. Дорогие друзья, я обнаружил, что именно эта истина лежит в основе всего того, чему учат нас Библия. От самого ее начала, с первых же страниц этой Божественной книги и до последней, вы найдете, что она говорит о благодати Божьей. Послушайте, как, например, кончается Библия. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это самые последние слова Священного Писания. Да, Библия – это Божье письмо нам, и в этом письме Бог говорит нам, что Он нас любит, что мы можем иметь прощение грехов и жизнь вечную, и все это дается нам даром, без заслуг. Это возлюбленный и есть благодать. Апостол Павел был передовым проповедником благодати Божьей. Заметьте, как в своем обращении во всех своих посланиях, будь то к церквам или к отдельным лицам, Павел употребляет слово «благодать». Это излюбленное выражение апостола «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Но апостол Павел не только начинает каждое свое послание словом «благодать», но и кончает их этим же словом «благодать». Интересно отметить, что все эти послания апостол Павел писал не погибающим грешникам, но искупленным грешникам, то есть тем, которые уже приняли благодать Божию, детям Божьим. Что это нам говорит? То, возлюбленные, что от начала и до конца мы зависимы от благодати Божьей. От начала нашей новой жизни во Христе и вплоть до вечности все мы получили, получаем и получим только по благодати Божьей. И это, возлюбленные друзья, приводит нас к нашему тексту. Найдем мы его в первой главе, второго послания Тимофею, первые два стиха. Это вступительные слова послания апостола своему молодому другу и сотруднику Тимофею. С какой нежностью и теплотой обращается старец Павел к этому юноше. «Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Когда читаешь такое вступление, то не нужно гадать, кто был центром в жизни этого человека. В этих нескольких строках, то есть в этих первых двух стихах, он уже успел упомянуть три раза имя своего самого лучшего друга, которому он все отдал и всего себя посвятил, Иисус Христос. И вот эта дивная личность, Иисус Христос, была причиной этой тесной дружбы двух совершенно противоположных людей – Павла и Тимофея. Эти два человека были противоположны не только в возрасте, но и в их религиозном происхождении, в национальности, образовании и в их общественной жизни. Кто мог двух таких совершенно непохожих, ничего общего не имеющих между собою людей, сделать братьями, сотрудниками и неразлучными друзьями. Только Иисус Христос. Он разрушает все преграды человеческие, будь они расовые, национальные, социальные или религиозные. Во Христе люди делаются едиными, как сказано в послании к Колоссянам, облегчаясь в нового человека, где нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Или, как Павел пишет галатам, «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Как и все свои послания, апостол Павел начинает и это послание своей излюбленной фразой с одной только разницей. Начинает он обыкновенно свои послания так «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это когда он пишет церквам. А когда он пишет лично своим сотрудникам Тимофею и Титу, он добавляет одно значительное слово «Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Между благодать и мир он вставляет добавочное благословение – милость. Тут мы имеем самые необходимые, самые благословенные дары нашего Небесного Отца, которые Он дает нам через Сына Своего Иисуса Христа. Вы заметили, что они от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Эти дары не от какого-нибудь земного или человеческого источника, но, как апостол Яков говорит, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светов, у которого нет изменений и не тени перемены». Да, Бог является источником и благодати, и милости, и мира, но возлюбленные, Бог все это дает человеку только через Сына Своего Иисуса Христа. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Бог Отец и Бог Сын неразделимы. Христос сказал, «Я не один, но Я и Отец, пославший Меня». Дальше Он говорит, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И в 10 главе Евангелия Тиана Он говорит прямо «Я и Отец одно». Начнем с благодати. Так начинает Библия. Сперва благодать, затем милость и, наконец, мир. Именно в этом порядке. Наше спасение, наша новая жизнь начинается с благодати. А благодать – это Божий дар любви, не заслуженная милость. Слово Божие ясно говорит, «Благодатью вы спасены, через веру и сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». И этот свой дар Бог дает через Сына Своего Иисуса Христа. Коринфянам Павел пишет, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Бог оказал нам Свою любовь, Свою благодать через Иисуса Христа. Читая Ветхий Завет, и там мы видим Божию благодать на каждой странице. Но только когда мы переходим в Новый Завет, видим мы всю полноту благодати явлением Господа нашего Иисуса Христа. Он стал воплощением благодати Божией. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, ибо закон через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как точно, прообразно говорит об этом Ветхозаветной истории Иосифа. Вы припоминаете эту историю. Соседние страны Египта погибали от голода, и люди должны были приходить со хлебом в Египет. Но могли они его получить только одним способом. Фараон дал повеление, согласно которому каждый, желающий получить хлеба, должен был идти к Иосифу, так как все было поручено в его руки. Точно так же, дорогие друзья, и мы должны приходить к Богу только через Иисуса Христа. Бог все поручил в руки Сына Своего. Если ты хочешь спасения, хлеб жизни, или ты ищешь милости, то ты должен идти прямо к Иисусу. Но через Иисуса Христа мы получаем благодать. Яснее не может быть. Спасаются только те, которые приходят к Богу через Иисуса Христа. Это и есть основа нашего спасения. Христос сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот это Христово только исключает какие-либо другие возможности спасения. Но возлюбленные благодать не кончается нашим спасением. Апостол Ян говорит, что от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Апостол Петр в своем втором послании пишет верующим, благодать и мир вам да умножится. Да, дорогие мои, благодатью мы спасены, благодатью мы спасаемся и благодатью мы будем спасены. Она будет сопровождать нас до того самого дня, когда мы увидим нашего Спасителя. И в течение всей вечности мы будем петь и славить нашего Бога за неизреченную благодать Его. Бог наш, Бог всякой благодати, и поэтому в чем бы ни заключалась наша нужда, благодать Его достаточно для нас. Когда апостол Павел просил Господа удалить жало в плоти Его, то как ответил ему Господь? Он жало не удалил. Несмотря на то, что Павел трижды об этом молил Господа, вместо этого Господь ему говорит, «Довольно для тебя благодати моей». Да, каждый из нас обязан сказать вместе с Павлом, благодатью Божию есим, что есим. Но можем ли мы сказать то, что он дальше говорит? «И благодать Его во мне не было тщетно». Вы заметили, как в послании к римлянам в 12 главе апостол Павел говорит о данной ему благодати. Видите, благодать, как мы уже сказали, это незаслуженный дар, и она незаслуженный дар как для верующего, так и для неверующего. Это, однако, не значит, что Бог ее дает необоснованно, огульно. Нет, она дается на определенные условия. Грешник, чтобы получить благодать Божию, должен прийти к Богу с покаянием. Он должен признать себя грешником, исповедовать свой грех и верой принять дар спасения. Благодатью вы спасены через веру и сияние от вас. Божий дар, чтобы никто не хвалился. Что касается верующего, он не менее зависим от благодати Божией. Вам пришлось когда-нибудь ехать на машине, и вдруг она остановилась. В чем дело? Двигатель заглох, и машина дальше не идет. Бензобак ваш оказался пустым. Нет в нем горючего, и как вы не старались завести мотор, ничего не выходило. У вас не оказалось необходимого элемента. Машина вся в порядке, один только недостаток – нет бензина. И точно так же, дорогие друзья, как вы не сможете далеко поехать на вашей машине без бензина, так без благодати Божией вам не справиться в этом мире. Нам это небесное горючее совершенно необходимо. Вот почему апостол Павел говорит своему молодому сотруднику и другу Тимофею в этом послании «Укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом». Есть люди, которые думают, что действительно спасение было дано им по благодати. Но чтобы остаться спасенным, нужно своими усилиями, своими добрыми делами и своими способностями удержаться в благодати Божией. Выходит так, что спасение теперь больше не по благодати, а по делам. Эти верующие постоянно находятся под страхом, что в любой момент они могут потерять свое спасение. И почему они в таком состоянии? Да потому что они не знают, что они не только спасены были по благодати, но они останутся спасенными тоже по благодати. Они думают, что теперь все зависит от них, выдержат ли они или нет. Они забыли, что их спасение целиком зависит от Бога. Христос сказал, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Но заметьте, что Христос не только сказал, что никто не похитит их из руки Его, но что никто не может похитить их из руки Отца Его, ибо Я и Отец одно, слава и благодарение Ему. Причина, почему у многих верующих нет уверенности в спасении, нет радости и силы, в том, что они надеялись на свои добрые дела, и оказывается, что у них этих добрых дел нет. Как трудно этому гордому Я признаться, что нет в нем ничего хорошего. Возлюбленные, если бы наше спасение зависело от нашей верности, тогда где наша надежда? В таком случае все мы, погибшие грешники, нет, дорогие мои, та же благодать, которая нас спасла, она же нас и доведет до нашей небесной отчизны. Апостол Павел говорит, благодатью Божией есть им то, что есть им. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Мой дорогой брат и дорогая сестра, если ты надеешься на какие-то свои способности, которые помогут тебе устоять до конца, то тебе нужно смириться. Это твоя гордость, а вовсе не смирение, которое подсказывает тебе эту ложь. Ты сам никогда не справишься. Апостол Павел говорит, мне наименьшему из всех святых дана благодать я. Кто это сказал? Это говорит апостол, который следует за Христом уже более двадцати лет. Он в узах из тюрьмы, он пишет, мне наименьшему из всех святых дана благодать. Такого мнения о себе Павел, он не надеется на свою верность, но на верность того, который силен обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Мы не можем запасаться этой благодатью. Мы должны постоянно принимать ее от нашего Господа. Точно так же, как израильтяне должны были собирать каждое утро манну для настоящего дня, так Бог велит нам приступать к престолу благодати ежедневно, чтобы получить, как сказано, милость и обрести благодать для благовременной помощи. О, насколько мы зависимы от Него! Без Бога, без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Как ведь не может приносить плода? Сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. В этой именно зависимости сказывается смирение, а Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Какое безумие гордиться, особенно чаду Божьему, если была бы хоть малейшая причина нам гордиться, но ее нет. Все, что мы имеем, мы получили. Где же может быть какая-нибудь похвала? Дорогие мои, если мы готовы признать свое собственное ничтожество, наши ограничения, и приступим к трону благодати, будучи откровенны и честны с Богом, тогда Он не может отказать нам своей благодати. Он ведь сказал, что смиренным дает благодать. Благодати Божьей достаточно для всех нас. Бог всякой благодати щедро ее наделяет. Благодать и мир вам доумножится. Когда Бог наделяет свою благодать, то Он не прибавляет ее, но умножает. Умножает благодарение Ему вовек. Я не хотел бы закончить и эту программу без того, чтобы не дать возможность тем, которые еще не вкусили, как благ Господь, которые еще не приняли Его благодати, сделать это сейчас, да, не отходя от своего радиоприемника. Друг мой, склонись там, где ты сейчас находишься, и скажи, что ты грешник. Обратись всем сердцем к Христу. Скажи, я верю, Господи, что ты умер за меня. Прости меня. Я желаю, чтобы ты стал моим спасителем с этого дня. Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас.